К труду и обороне всегда готовы жители Щелковского района. Еженедельно более ста человек сдают нормы ГТО в спорткомплексе Подмосковья. Что уж говорить о едином дне сдачи, который прошел как никогда массово. Избытать свои силы пришли почти тысячи жителей, работники предприятий, молодежь и даже первоклашки. Особо приятно, что сегодня в этом месте спорта участвуют самые маленькие наши друзья, которые представляют первые линии, которые сегодня покажут в первой категории, на что они способны. В новом месте шоу предприятий мы сегодня ждем, а на сколько результатов. Самое замечательное, что сегодня к нам в гости пришли выполнять нормативы комплексов ОСК ГТО дети первой ступени, это первоклассники. Их было 40 человек, они пришли в специальные группы, провели с ними зарядку, специальный мастер-класс. И они сегодня выполнили нормы ГТО, и причем те нормы ГТО, которые они выполнили, позволят им в будущем получить знаки ГТО. Подтягивания, бег, наклоны вперед. Эти испытания являются обязательными для всех, а вот для школьников еще и отжимания. Также сдающим норматив предстоит выбрать от трех до четырех испытаний по выбору в зависимости от возраста. В этот раз, помимо стандартных прыжков в длину и упражнений на пресс, желающие могли испытать себя в стрельбе из электронного ружья. Особой популярностью тир пользовался у молодежи. Стреляли с дистанцией 10 метров. Специальный проектор фиксировал попадание лазером. Мне все нравится, я все на золото сдал, мне осталось стрельбу только. Я стрелял в детстве, мне сейчас нравится стрелять. Это интересно. У нас появился новый электронный тир, который сделан на базе винтовки ИШ, пневматической. И он должен стрелять мелкашкой, пулей, но на нем специально установлено устройство, которое позволяет стрелять лазером, но при этом ружье имеет отдачу. Состоялось в рамках единого дня ГТО вручение знаков отличия, сдавшим нормативы ранее. Глава Щелковского района Надежда Суровцева отметила, что для спортивных успехов жителей делается многое. Состоянный день ГТО – массовая акция, цель которой привлечь внимание к сдаче нормативов. На самом же деле прием ГТО ведется в Щелкове регулярно. Каждую неделю по средам войска Подмосковья. По субботам на открытом стадионе также проходят испытания, бег на различные дистанции. Каждый понедельник и среду два бассейна плавательного центра «Нептун» принимают тех, кто желает сдать нормативы по плаванию. Начиная с декабря прошлого года по июль 2016-го золотые знаки отличия получили 146 человек. На серебро сдали 165 и 178 выполнили норматив на бронзу. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».